Мы пытаемся привить нашим детям уверенность в себе. Жизнь каждого человека полна непредвиденных сложностей. Для того, чтобы быть готовыми их преодолеть, нашим детям будет необходимо верить в свои силы. Учителя, тренеры, воспитатели всегда наставляют своим подопечным идти вперед и не сдаваться. Им говорят, что они должны верить, что могут выйти из сложной ситуации, что у них есть достаточно сил справиться с невзгодами. Это все звучит замечательно. И это красивый лозунг, если о нем не задумываться. Но в реалии, если я сталкиваюсь с трудностью, как я могу быть уверен, что способен ее преодолеть? Все говорят, что я должен верить в себя. Но почему? Как я могу быть уверен, что у меня есть все, что нужно, чтобы преодолеть эту сложность? Я родился с определенными силами и способностями. За время моей жизни я смог научиться определенным вещам. Но вполне возможно, что набор моих талантов, с которыми я родился, и приобретенных навыков, не включая в себя то, что необходимо для этой ситуации. Может быть, я не способен делать то, что необходимо здесь. Быть уверенным в своем потенциале в этом случае может оказаться просто принятием желаемого за действительное, самообманом. Вера в себя оказывается просто глупостью, не основанной, ни на чем логичным. Так что же делать? Все эти сомнения были бы моим неизбежным выводом, если бы я верил, что таланты, с которыми я родился, это просто случайная компиляция генов моих предков, а обстоятельства моей жизни – это просто случайно совпавшие события. В этом случае мои способности и трудности, которые я встречаю на моем пути, не должны иметь никакой связи между собой. Я поэтому никак не могу быть уверенным в том, что у меня есть все необходимое для преодоления испытаний в моей жизни. Но Тора настаивает на том, что каждый из нас был создан таким, какие мы есть, Богом. Именно этот Бог управляет всем миром и ведет меня лично через все события моей жизни. И нет ничего случайного. Тот самый Бог, который сделал меня таким, каким я являюсь сегодня, поставил меня в ту ситуацию, в которой я сейчас нахожусь. Поэтому Он должен был позаботиться о том, чтобы у меня было все, что требуется для этой ситуации. Теперь эта идея позволяет нашим детям иметь разумную веру в себя. Если они сталкиваются с трудностью, которую они не уверены, смогут ли преодолеть, то без веры в Бога вера в себя для них нелогична. Но если я буду все время повторять моим детям, что тот, кто их поставил в трудные ситуации, и есть тот, кто их создал, то это позволит им быть уверенными в себе на разумной почве. Это даст им шанс верить в свои силы и даст им возможность не сдаваться в сложных ситуациях. И, по-моему, эта идея необходима не только для наших детей. Скорее всего, это необходимо упоминать не только им, но и нам, самим себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!